Привет! Икра неотъемлемая часть праздничного стола. Совсем скоро опубликую на канале видео с этой закуской, еще многими новогодними легкими праздничными закусками. Так что жмите на колокольчик, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить это видео. У меня муж рыбак и у него какое-то чутье присутствует точно. Когда он покупает горбушу, то в двух из трех всегда есть икра. Поэтому сегодня я вам покажу свой проверенный рецепт засолки икры в домашних условиях. Икра получается отличная, в меру соленая и очень вкусная. Задача засолить и удалить вот эту пленочку с икры. Соль нужна каменная, я всегда использую вот такую розовую гималайскую. Итак, кипятим необходимое количество воды, засыпаем в нее соль и остужаем воду примерно до 70 градусов. Если у вас нет градусника, то оставьте воду на 10 минут. За это время при комнатной температуре она остынет до 65-70 градусов. Затем опускаем икру в соленую воду и оставляем на 15 минут. Она за это время немного поменяет цвет, пленка тоже, но это нормально. Сейчас будет самый сложный этап. Необходимо освободить икру от пленочки, ястык называется, и лопнувших икринок. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить икринки. Кропотливая работа, но результат, конечно же, стоит того. Мне всегда интересно сделать что-то своими руками дома такое, что в магазине стоит недешево, и сравнить стоимость с приложенными усилиями. Домашний экран, на мой взгляд, стоит того, чтобы немного приложить усилий. Посмотрите, какие красивые янтарные бусины. Теперь перекладываем в ситечко икру, промываем ее под проточной водой и выкладываем на одноразовое полотенце на минут 20, чтобы икра немного просохла. В это время можно еще убрать оставшуюся пленочку и лопнувшие икринки. Затем перекладываем икру в банку, добавляем соль. На мои пропорции получилось 2 чайные ложки и растительное масло. Аккуратно перемешиваем, закрываем банку и отправляем в холодильник. В сети пишут, что хранится такая икра до 7 дней, но я больше 3 не храню. У нас съедается она очень быстро. Чаще всего она у нас за сутки и уходит, так как любят ее даже дети. Но если будете хранить, то ставьте ближе к морозильной камере. Можно даже поставить баночку с икрой в емкость со льдом и открывать баночку как можно реже. Ну и, конечно, лучше хранить в стеклянной банке. Приятного аппетита и до новых встреч!